Три! Три! Два! Один! Доброе! Квадра эстафета затянулась на полгода. С апреля по сентябрь спортсмены планируют объехать 12 тысяч километров на 28 городов и передать эстафетную палочку более 300 участникам. Мы стараемся пройти огромный маршрут для того, чтобы потом нашими треками смогли пользоваться все квадроциклисты, любители движения вне дороги, на внедорожных мотоциклах, на джипах, на снегоходах, на всем, что движется не по асфальту. Идея этого большого путешествия родилась в прошлом году во время нашей поездки по Уралу на таких же точно квадроциклах. Мы путешествовали по Северному Уралу с ребятами из Екатеринбурга и подумали, а почему бы нам не собраться и не проехать через всю страну, поскольку практически в каждом городе России есть друзья, такие же сумасшедшие, как мы. Из всех участников квадроэстафеты, пожалуй, выделяются ребята из Альметьевска. У них самое грязное транспортное средство. Квадроциклы грязи не боятся, уверены молодые люди, и даже наоборот, залезают в нее как можно глубже. Адреналин интерес такой. Залезть куда-нибудь, чтобы потом друзья вытаскивать. Интересные такие. С собой все самое необходимое. Походная пища и сапоги по высшим природа может преподнести неожиданные сюрпризы. Ну, естественно, продукты, палатки, спальные мешки – это необходимые вещи. Потом дождевые костюмы, грязевые костюмы. Ну и, в принципе, обязательно шлемы, перчатки кожаные. Ну и обувь хорошая, чтобы мало ли что там в грязь куда полезли. В Челнах к участникам всероссийской квадроэстафеты присоединились 30 человек. Колонна из транспортных средств растянулась на сотни метров. Сначала участники доехали до Соколок. Там сделали привал. Формат этапа идет в два дня. На сегодня мы проедем 100 километров. Остановимся мы в поселке Соколка. Там на базе отдыха будет ночевка, баня, шашлык. Все отдохнут. На следующий день просыпаемся. Немножко в меньшем составе, конечно, до Казани пойдем. Но маршрут будет дольше 200 километров. Поэтому, честно скажу, даже, наверное, вздохнем, что немножечко народу отвалится. Наши спортсмены доехали до Казани и передали эстафетную палочку другим жителям республики. Пробег завершится на берегах Баренцева моря, в самой северной точке европейской части России. Екатерина Привалова, Петр Греков, ТНТ, Ефир.